Ииии всем привет! И с тобой Калантайка, если что играем в Роблоксы, если что это симулятор пчеловода. Как ты уже успел заметить по превью, что это будет что-то некое и для меня экспериментальное. Наверное даже так это можно наобозвать. И в общем нахожусь я на просто каком-то рандомном сервере, на каком-то паблике. Со мной вот 4 нубика и вот я один за сокла 31-21 играю. Неплохой аккаунт, неплохо прокачанный, все хорошо. Ииии тут самое интересное, 41 пчела. И вчера многие-многие мне ребята какие-то вопросы задавали. Кто-то в инстаграме, кто-то в дискорде. И в дискорде в инстаграме я у этих, у многих ребят спрашивал, а сколько у них пчелок. Но в основном те ребята, которые спрашивали у меня про буст, у тех я и спрашивал, сколько у них все-таки пчелок. И в основном там были ответы 35-30 или что-то еще. Я сказал, говорю, смотри сегодняшний ролик и будет для тебя это интересно. Итак, сегодняшний ролик будет посвящен, не поверишь чему. Я просто, я не знаю как я до этого докатился, но в принципе это уже было. И вот оно опять. Я продаю аккаунт, вот этот вот аккаунт. Да, я стал посредником вот этого вот аккаунта. Если что, ты просто покупаешь его просто через меня. Я тебе отдаю все за него данные, а ты платишь мне денежку. Какую денежку объясню тебе лично в дискорде, либо в инстаграме, если тебе это интересно. В принципе, давай просто перейдем, за что ты будешь платить. Я просто не буду тебе говорить пока какую сумму. Но сумма достаточно лояльная в том плане то, что за бусты я иногда больше беру. Смотри, нет, тут бейсика жалко одаренного нету. Был бы еще бейсик одаренный, был бы намного круче. Можешь ему сейчас повыбивать тут бейсика? Да нет, нафиг надо. Сами повыбиваешь, будет самому интересно. Во-первых, аккаунт 41 пчела, это открыты уже все. Уже у тебя есть лепестковая палка, у тебя нету, правда, гамми этой шапки. Но, но, у тебя есть много ивентовых. У тебя есть витсус ивентовый. У тебя есть фотонка одаренный, у тебя есть котик одаренный. Даже собачка есть одаренная, это очень круто. Гамми, правда, не одаренный, но она есть. Подарок не одаренный, но он тоже есть. И, в принципе, у тебя все есть. Бирби нету, ладно. По бустам. Ничего нету купленного, но, в принципе, поэтому, наверное, и продают. Потому что, ну, в принципе, неинтересно играть, наверное, стало. Или просто наскучило. Но, аккаунт для многих будет просто, ну, шик и блеск. Шик, блеск, красота и достаточно классный. И у него, смотри, сколько тикетов? 1497. Все, что хочешь делать. Я не знаю. Для меня это просто не, как бы, я даже не знаю, как это обозвать-то. Не аккаунт, а подарок. На самом деле, его прямо вот сейчас приукрасить, прокачать, ну, буквально недельку. И будет просто... Ой, классненький аккаунт. На самом деле, реально, очень классный аккаунт. Будет вот после этого. 24 одаренные разного типа этих, как вот там, пчелки. Это тоже круто и офигительно. А всего пчелок одаренных 25 одаренных пчелок. Тоже неплохо. У него какие-то повторки есть. Надо пойти посмотреть, какие повторки. Ради так интереса. Что у него тут за повторки? На ралли? Нет, не повторка. А, вот. У него 2 командера повторка. Но они не нужные такие. То, что нужно убрать. Я просто посоветовал сразу тем, кому... Кто будет покупать, да? И что-то еще тут у него интересное, наверное. Что-то под это. У него много, на самом деле, ненужных, что нужно переделывать. Но что-то у него еще есть. А, ну 25, да. 24 остается. Все, у него одна только повторка. А все остальные не повторки, но не одаренные. Например, ниндзя не одаренные. Плохенько, плохенько. Но я думаю, он фармится. Зачем бейсик не одаренный? Наверное, печи и эти семечки кормят. Блин, 176 семечек. Скорее всего, семечками выкармливает, пытается. На самом деле, не делает. Быстрее бейсиками. Уже давно этот эксперимент проведен лично мной. И поэтому я так вот и могу и говорить. Поэтому, ребят, все. По поводу пчеловода на этом... Самое, точнее, самое главное, что это не только пчеловод. Вы получаете с этим аккаунтом. Вы еще получаете много всего интересного. Ой, блин, сейчас бы какой-нибудь конкурс сделать, да? Вот. Вы получаете, во-первых, три тикета. Давай посмотрим, кстати, по аватару. Есть ли что-то у него такое прям вот классненькое. Так, я вижу, ну, все бесплатное. То есть, он такой прям еврейский аккаунт. Все бесплатненькое. Все хорошо. Но зато очень-очень много всего полученного, которого... То есть, сейчас уже не получить. То есть, оно было лимитированное, полученное. Ладно, неплохо. Я скажу тебе, неплохо. Давай посмотрим последние игры, в какие он играл. Просто так заценим. Но не буду именно лично играть. Таппинг симулятор. Так, д-д-д-д-деструкшн. Блин, да даже неплохо, я скажу. Петр Рич симулятор. Ничего себе. Так, давай, что такое прям интересно. Анбоксинг. Баблгам. Давай, сейчас зайдем, смотри. В какие игры можно было бы зайти. Я бы, конечно, зашел бы в эти две игры. Но это неинтересно. Я не особо понимаю, что там уже там заполучено или наполучено. Или вообще что там сделано. Не особо шарю. Но я могу зайти в Баблгам, оценить, антбоксинг оценить, где он там сейчас находится. Ну, в принципе, я помню эту игру. И, наверное, все. Ну, так, смотри. В Данжен Квест играл, видать. Ой, да ладно. Вообще, я не знаю. Тут вроде все. Весь топ переиграл. Молодец. И три. Даже три этого есть. Три робукса есть. Это еще вы сэкономите на робуксах, если захотите скин. А еще, кстати, самое интересное. Это, я опять же, это такой больше видос для... Давай в Баблгам пока заходим, я тебе расскажу. Это видос больше для тех, кто любит... Ну, вообще, может позволить себе донат. Почему? Почему самое, наверное, главное? Потому что, вообще-то, при донате, ну, при покупке этого аккаунта, придется поменять ник. А ник стоит смена 1000 робуксов. Поэтому, готовьтесь еще на 1000 робуксов. Я уже показывал сайт, где можно подешевле купить. Это где-то выйдет 400 рублей. Ну, то есть, у вас весь аккаунт... Я не буду говорить сколько, но, на самом деле, не так уж и много. Не так уж и много. Просто напишите мне в личку тех, кого заинтересовал. Так, Rumble Studio. Давай, давай, запускайся. Посмотрим эту игру. И посмотрим быстренько. Анбоксинг. И все, наверное. В общем, вот такие вот дела. Так, прокачан он тут или нет? Давай сейчас. Компьютер. О-па-па-па-па-па-па-па. У нее, кстати, тут еще друзья есть какие-то. Друзья даже не знают, что продают. Нет, не особо прокачан. Хотя, например, Sky Imp это последненькие такие. Неплохо, неплохо. 5 из 5. Что у нее там? Да так уж даже, кстати, неплохенько. Сколько открываний? Смотри. 6 тысяч открываний. Это мало, 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 мало. Ладно, плохо. Ладно. Играет, в общем, в свое удовольствие в Bubble Gum. Как по мне, это на самом деле плохенько. Было бы хотя бы там сотни-две открываний. Я бы еще согласен. Ну, 100 тысяч. Я имею в виду 100 тысяч, 200 тысяч. Я бы еще был бы полностью согласен, что парень молодец. Но тут как-то очень плохенько. Давай посмотрим. Ванбоксинг это те, это то, что ребятам многим интересно. За что они могут как бы заплатить. Но тут уже стоит заплатить за БСС, потому что БСС реально топ. И я знаю, сколько я беру за прокачку, за буст ребят. И тут намного выгодней. Кстати, нифига себе, а что так все по-новому? А что это такое? Подожди, а что такое что-то все по-новому? А, ну бас, вообще смотри. Это такой старый, блин, аккаунт. Это поле. Да, вот он, данж. Такое старое поле. Я даже калантайка вон там дальше. Далеко-далеко вон там. Или вот тут вот. Ну, короче, я точно дальше, чем тут. Ладно, это очень плохой аккаунт. Ладно, в анбоксинге Баблгам не смог тебя замотивировать. Это точно не получилось у меня. Но БСС-то все-таки хорош. Хорош БСС. Ну и на финалочку решил зайти тебе показать улей нашего подписчика. Сокол 3121. Ну, в общем, вот такой вот улей, который, в принципе, находится сейчас в продаже. По поводу стоимости. Еще раз повторю, что нужно узнавать лично у меня в Дискорде, либо в Инстаграме. И второе. Это как раз хотелось бы рассказать тебе предысторию, как все-таки началась вот эта продажа. Точнее, как начались у меня бусты, это когда мне какой-то один подписчик просто говорит, слушай, а прокачай меня в симуляторе пчеловода. Я всегда говорил нет на это, с учетом того, что еще этого не было. Но он мне сразу предложил сумму. И тут то же самое почти получилось, только он мне предложил, говорит, а продай мой аккаунт, помоги мне с продажи аккаунта в Бравл Старс. Я говорю, нет, слушай, Бравл Старс, я там не шарю. Я сейчас как-то не буду ни в каком плюсе. Он говорит, если БСС, то без проблем. Он такой говорит, да, давай БСС продадим мой Роблокс аккаунт. Я говорю, да вообще просто без всяких проблем. Сколько пчел? Скажи. Он такой говорит, я ему говорю, такую-то сумму. Я говорю, окей. И я, в общем, уже в голове у себя прикинул, что я смогу все-таки продать этот аккаунт. В общем, вот такие вот дела. Это так вот, предыстория. Не знаю, пойдет, ребят, не пойдет. Это экспериментал. Это экспериментал. Даже если вам, ребят, не понравится, пожалуйста. Можете написать в комментарии, что я там какой-то плохой, какой-то нехороший. Но, в принципе, как по мне, это намного выгоднее, чем вы будете тратить деньги на ту же самую прокачку. Плюс еще вас могут обмануть, обнулить, и вы потеряете много всего. А тут вы уже моментально сразу получаете аккаунт. Плюс еще для некоторых, у которых уже топовый аккаунт, вы можете аккаунты брать для розыгрыша. То есть это хороший аккаунт для какого-то розыгрыша или всего чего-то такого. Интересный просто сам по себе аккаунт. Потому что даже если я брал, узнавал по поводу стоимости буста, стоимости, ребят, только вдумайтесь, стоимости буста у читеров, там намного больше, ребят, чем вот этот аккаунт. Так что, на самом деле, аккаунт достаточно дешевый, но со своими минусами. То есть он все-таки не фул, то есть нету гамми и маски, но зато все у вас впереди, и вам будет интереснее на нем играть. И еще единственное, вам придется через сторонний сайт вложить в него робоксы и сделать себе гамми, ну не гамми, а поменять свой ник. Хотя можете с таким ником спокойно играть. Ну и да, хотелось бы еще немножко конкретики и особенностей, а то я просто как-то сквольси это сказал по поводу этого аккаунта. И, наверное, тут остались, наверное, самые такие стойки, которые прям вот хочется прям вот уже на раздумьях обрать и не брать, а спрашивать не спрашивать. Итак, бейджи не все выполнены, точнее не выполнен ни один, но это по типам я уже рассказал, показал. По квестам тоже все плохенько, по покупке все плохенько, по всего нафармлено, это я сейчас просто пробежал по этому, 16 миллиардов, да, 16 миллиардов за все время, ребят, всего лишь нафармлено. Это, на самом деле, маловатенько, но совсем чуть-чуть, то есть это даже, ну какой там триллион, там триллион-то, я не знаю сколько это все, еще 20 миллиардов нету за всю игру. Но зато у него нафармлено в красной полице 3 миллиарда 284 тысячи. На самом столповом месте 3 миллиарда 340, а, 3 триллиона, да. Ой, ладно, я тут, это ладно, это уже все, это крыша едет. Короче, я что хотел показать, вот что только что. Хотелось бы показать, или точнее сказать, как вообще можно проверить, забанен аккаунт нет. Ну, по-моему, он не выглядит как забанен, и это очень глупо бы выглядело, выглядело бы на таком вот нубском аккаунте забанен быть. Так, ну а по бейджу еще, нужно еще один бейдж посмотреть. Плейтайм 14 дней отыгранное. Это, на самом деле, очень хороший аккаунт для прокачки, и сколько вообще он напрокачивал за это время. То есть, он достаточно неплохо играл. То есть, ему, возможно, кто-то подсказывал, возможно, я своими роликами. Ну, и, конечно же, в заключении, хотелось бы напомнить вам самого моего первого подписчика, который попросил меня бустить его. И, на самом деле, я не помню, как его зовут, как-то на А, мне всегда напоминают, как его зовут, на самом деле. У меня просто плохая память на Нике. На имена-то плохая память, а на Нике-то, тем более. Вот. И, в общем, вот этот самый первый подписчик, он просил меня бустануть. Ну, это не то, что он просил меня бустануть, а то, что... К чему я хотел сказать-то? То, что он продал свой первый самый аккаунт. Тот-то единственный, который я его первого бустил. И, блин, мне так, на самом деле, было не очень-то приятно, но парень тот второй уже давно-давно играл. Потом как-то с читами он начал играть, тот второй, по-моему, потом у него там забанили. Короче, там очень интересная такая, на самом деле, история. Но, по факту, он продал, и, в принципе, всё хорошо. Надеюсь, что меня тут не забанят, как в Adobe Mi, но всё возможно, ребят. Я рискую своей, так сказать, попой торгую вот этой вот штукой. Но, если всё пойдёт, может быть, в Дискорде как-нибудь сделаем. Может быть, будете спрашивать, какие аккаунты продаются. Может быть, какие-то похуже, но подешёвле аккаунты буду продавать. Либо ещё получше, но ещё дороже. В общем, короче, как-то так. Узнавай, пиши. С тобой был Клонтайка. Подписывайся на канал, ставь лайки. Пиши какие-нибудь комментарии. Вообще, понравилась тебе вот такая вот фигня или нет? Может быть, нет, давай меня бусти. Давай, давай ты у меня кучу денег возьмёшь, но будешь меня бусти. Мне самому, ребят, не очень-то приятно с вас деньги брать. Но из-за того, что это очень много времени отнимает, я просто не могу не брать денег. В общем, вот такая вот штука. Всё. Всем пока-пока.